Добрый день, уважаемые коллеги! Я рад вас приветствовать на нашем новом вебинаре, на вебинаре Директ Академии. Сегодняшний наш вебинар проведет Татьяна Телегина, наш постоянный ведущий уже на протяжении третьего, как минимум, года существования Директ Академии. И тема нашего сегодняшнего вебинара – публикационная активность или активные публикации. Как всегда, прежде чем передать слово Татьяне, несколько слов о полезных ссылках, которые я разместил в самом начале нашего чата. Первая ссылка ведет на наш сайт Директ Академии, на его главную страницу, где можно зарегистрироваться на все вебинары, которые включены в расписание. Расписание у нас на год, вплоть до июня месяца 2019 года. Расписание, конечно, еще будет пополняться, но на те вебинары, которые уже определены, вы вполне можете записаться. Вторая ссылка ведет на наш видеоканал на YouTube, и на нем будет размещена в том числе и запись этого вебинара через некоторое время. И, наконец, третья ссылка ведет на страницу сайта онлайн-курсы, где компания Директ Медиа предлагает вам участие в онлайн-курсах. Пока там список из семи курсов есть, если у вас есть желание поучиться, можете использовать эту возможность. Наконец, я хотел бы сделать анонс ближайших трех вебинаров, которые пройдут уже на следующей неделе. Напоминаю, что вебинары у нас проходят каждый день, каждый рабочий день. Вот эти три вебинара. 17 числа в понедельник будет вебинар Натальи Логачевой, первый вебинар Натальи Логачевой, нашего постоянного ведущего. Ее трек посвящен подготовке диссертации. Это будет 10 вебинаров в течение года, и первый из них называется «Подготовка диссертации. Какие грядут перемены?», что важно знать аспиранту-докторанту, начиная или продолжая свой путь к защите диссертации. Во вторник будет мой вебинар, его вести буду я. Это продуктовый вебинар, который посвящен функционалу и сервисам администратора-библиотекаря в университетской библиотеке онлайн. И, наконец, в среду 19 числа, обращаю ваше внимание, в 15 часов, а не в 12, как обычно, Марина Орешко, тоже наш постоянный ведущий, проведет свой первый в этом сезоне вебинар, который называется «Онлайн-презентации против PowerPoint». Так что приходите, записывайтесь на наши вебинары, а сейчас я передаю слово Татьяне Телегиной с тем, чтобы провести наш вебинар. Спасибо, Павел Юрьевич. Добрый день, уважаемые коллеги. Всех поздравляю с началом учебного года, нового учебного года. Нам с вами повезло, мы Новый год с вами отмечаем дважды, 31 декабря и 1 сентября. Несколько с запозданием, но вот 13 дней назад отмечали. Ну, почему бы не порадоваться хорошему празднику еще раз. Евгения Юрьевна, добрый день. И вас рада видеть на наших вебинарах. Рада новой встрече с вами. И вначале давайте, как всегда, технические вопросы решим, чтобы потом к ним уже не возвращаться. Пожалуйста, поставьте плюсики в чат, хорошо ли видно, слышно и видно ли рабочий стол с презентацией. Спасибо. Спасибо, отлично. Коллеги, если будут возникать какие-то вопросы, связанные со связью, пожалуйста, можно писать не в общий чат, а во вкладку «Вопросы» Павлу Юрьевичу Калининкову, чтобы он помог вам с решением этих вопросов. Надеюсь, он нас сегодня поддержит незримо за кадром. По поводу презентации сразу в ресурсах «Презентация есть» галочку. Сейчас проверю. По-моему, я ее поставила. Да, поставила. Скачать можно будет. Поэтому заходим в папочку и скачиваем ресурс, кликая по иконке. Ну, вот с регламентом вроде все. Поэтому переходим сразу к нашей сегодняшней теме. Ну, вот как раз начало учебного года, составление индивидуальных планов, составление планов работы кафедры. И один из вопросов, который возникает, это публикационная активность. Причем название я и написала вот так в кавычках. Публикационная активность или активные публикации. Действительно, несколько это понятие может быть формализовано, может быть дискредитировано за счет вот такой погони за Хиршем и прочими не очень приятными вещами. Но, тем не менее, этому вопросу уделяется достаточно серьезное внимание. И сегодня мы попробуем с вами разобраться и рассмотреть, как сделать свои публикации активными. И как эту публикационную активность сделать не просто формальным выполнением неких требований, но еще и полезным для себя. При этом сократив затраты времени, сил и энергии, и нервов на свои публикации, публикации статей. Ну, собственно, целый ряд вебинаров у нас с этим и будет связан. Она будет этому посвящена. И в этом году мы с вами будем больше рассматривать, уделим внимание и тем самым индексам, и показателям наукометрическим, библиометрическим. Ну, и знакомство с ними начнем уже с сегодняшнего дня. Еще раз напоминаю, что в основном свои вебинары я ориентирую на тех, кто только-только входит в эту тему, либо не является в этом специалистом, для рядовых преподавателей, для того, чтобы нам просто в этой теме немножко лучше разбираться. И вопросы, которые мы сегодня с вами затронем, это три вопроса, для чего публиковаться, что публиковать, и выбор такой, выбор публикационной стратегии. Ну, публикуются все. Правила публикуйся или умри существует, его никто не отменял. Ну, для чего это нужно школьникам, студентам, аспирантам, преподавателям и научным сотрудникам? Ну, кажется, преследует, наверное, свои цели. Если в первых двух случаях школьники и студенты, в первом случае, это в основном вопросы обучения, саморазвития, научиться логически излагать свои мысли, приобщиться к науке, вызвать какой-то интерес. У аспирантов и магистрантов на первый план все-таки выходит, наверное, более какой-то практический смысл. Это защита своих диссертационных исследований, это самопрезентация, имиджевые составляющие. И все больше они усиливаются у преподавателей. Вот у меня вопрос, коллеги, особенно преподавателей, особенно вузов. А для чего, вот как вы сами для себя определяете, для чего вам нужны публикации, вот эта самая публикационная активность? Для чего публиковаться? Ну, проводим занятия, ну, разрабатываем учебно-методический комплекс. А публикации зачем? С нас требуют. Ну, первый вопрос, выполнить план, поставить галочку. Елена Дмитриевна, для конкурса. Ага, еще для чего? Для чего мы публикуемся? И тишина. Ага, для продвижения своих исследований, самореализация, поделиться опытом, научные дискуссии. Отчет по НИР, да, Екатерина Николаевна, отлично. Да, на первый, и вот смотрите, действительно, основные моменты уже в этих первых ответах мы с вами определили для, каковы цели нашей публикации. Как говорил Михаил Гельфанд, какие бы вы велики ни были, и если про это вы никому не расскажете, то про это никто и не узнает. И смысл данной фразы, он не в том, чтобы свести все к известной поговорке «сам себя не похвалит никто», а в том, что невозможно формировать информационную базу для дальнейших исследований, вот это необходимо информирование научного сообщества. Без публикации это невозможно сделать. И для других ученых-специалистов наши какие-то находки, открытия, может быть, взгляды и мнения, они могут иметь большую ценность и могут влиять на их исследования. Ну, в той же мере, как и их статьи могут подсказать на направление развития для нас. И это одна из, да, для защиты диссертации, Виктория Анатольевна, да, Евгения Юрьевна, интересно, высказала мнение, иногда невозможно не высказаться. То есть это еще одна из целей, это обмен опытом, это установление связи, это установление коммуникации в той профессиональной среде, в которой мы действуем. Открытия устаревают, идеи висят в воздухе, да, да, всегда возникает что-то новое. И здесь важно своевременно донести свои идеи. То есть это вот одна из таких целей, которые мы можем перед собой ставить. То есть это создание такой информационной базы, активной информационной базы для дальнейшего продвижения. Рецензирование, это может быть еще одной целью, кстати, публикации, получения авторитетного мнения, обратной связи от специалистов в той или иной сфере науки. Да, авторитетно, причем желательно оформлено в письменном форме с указанием замечаний, рекомендации по исправлению к статье. Это, кстати, тоже во многом влияет и на публикационную стратегию, на выбор издания. Очевидно, что публикация статей в уважаемых солидных научных изданиях – это не просто эффективное средство создания хорошего имиджа ученого, а, можно сказать, неотъемлемая часть его деятельности, которая играет значительную роль в его карьере. Для преподавателей зачем нужны часы? Ну, так скромно молчали, сейчас мы говорили с вами о высоком, но во многом есть и некий материальный смысл. Есть и материальная цель, наша собственная цель – это часы, которые засчитываются в зависимости от качества статьи и в какой базе она индексируется. Это наш план, это выполнение наших планов, а от этого зависит очень часто и наша финансовая составляющая. Вот коэффициент публикационной активности, который рассчитывается по преподавателю и по каждой кафедре, он может влиять и на финансовую составляющую, на размер нашей зарплаты, доплат, особенно если находимся на эффективном контракте. Вот это вот показатели публикационной активности, они два раза в год учитываются и отслеживаются. И выполнение или не выполнение публикации за предыдущий семестр может влиять на размер заработной платы в следующем семестре. То есть здесь ничего страшного в этом нет, если мы об этом говорим, и это тоже может быть, может являться целью, может являться вот той ценностью, которую мы вкладываем в понятие публикационной активности. И почему это должно быть плохо? Да нет, конечно же. Не только имиджи, не только информирование, не только саморазвитие, но и финансовая часть тоже для нас важна. Все вот эти компоненты и все вот эти определения ценности, для чего именно я публикуюсь, это нужно просто для себя понимать. И каждый раз, выбирая тот или иной тип публикации, либо издание, отдавать себе отчет. Начинать с ответа на вопрос, для чего и зачем это мне и что мне это даст. Вот это помогает выстроить грамотную стратегию, публикационную стратегию, не делать ошибок и не постараться удержать или повысить вот этот самый индекс Хирш, вокруг которого копья ломаются. Да, еще одна из целей у нас прозвучала в ответе в чате, это конкурсы и гранты. Во-первых, если мы получаем грант, это неплохая финансовая прибавка к нашим горловым аудиторным часам. Но для рассмотрения заявки, не говоря уже о претензиях на победу, возможно, очень часто оценивается публикационная активность всех участников проекта, то есть всей группы. Поэтому для того, чтобы с одной стороны, если подаете заявку вы, для вас это важно, а с другой стороны, для того, чтобы войти в состав того или иного проекта, по которому подается грант, чтобы вас пригласили, конечно, хорошо бы иметь крепкий Хирш и публикации, качественные публикации в данной сфере. Ну и, естественно, еще один из моментов, еще один из аспектов, это публикационная активность вузов. Это те рейтинги, которые составляются, на которые наша публикационная индивидуальная активность тоже имеет значение и играет роль. Ну вот немножко статистики, долго мучить не буду, такими глобальными отвлечениями от темы, но не удержалась и некоторые моменты привела. Сейчас объясню, зачем мы обращаемся к этим вопросам. Публикационная активность российских вузов и России в целом, указ президента 7 мая 2012 года 599 о мерах по реализации государственной политики в области образования и науки никто не отменял. А в нем говорится, цитирую, увеличение к 2015 году доли публикации российских исследователей, в общем количестве публикаций в мировых научных журналах, индексируемых в базе данных сети науки до 2,44%. Должны увеличить и должны поднять. По данным компании Clarivate Analytics, ранее это было подразделением по научным исследованиям и интеллектуальной собственности Thomas Reuters, Так вот, по данным на 2017 год в базе Web of Science российские ученые опубликовали где-то 50,5 тысяч работ. И пока этот рубеж мы не преодолели, и доля публикаций в общемировом от общемировых равняется 2,12%. То есть к результату мы не пришли. И вот в новых направлениях развития, кстати, этот пункт о повышении публикационной активности, он опять звучит. То же самое касается баз данных Scopus. Ну здесь немножко история получше. Если в указе президента речь шла Web of Science, то вот в последних направлениях в общем просто говорится о публикационной активности в журналах, индексируемых в международных базах данных. По Scopus рост где-то на 0,17% и вот где-то 2,48% у нас есть. Ну опять же, подписку на Scopus чаще оформляют организации. Поэтому, наверное, за счет этого. По данным ведущих вузов, это вот данные на конец 2017 года. На 2018 пока, к сожалению, не раздобыла. Но вот по 2017 году все-таки более-менее свежие данные, вот они здесь приведены, да, по количеству публикаций и лидеры вузов. Почему я на это обращаю внимание? Если, может быть, кто-то из преподавателей уже заметил, что в этом году, я, например, уже заметила. По собственному опыту, составляя индивидуальный план и план работы двух кафедр, ужесточение по требованиям, более жесткие требования предъявляются к количеству публикаций, особенно в изданиях, индексируемых в международных базах. То есть по сравнению с предыдущими годами, значительно. И понятно, с чем это, скорее всего, связано. Для, например, членов диссертационного совета, да, к диссертационным советам по части публикации тоже очень жесткие требования предъявляются обязательно в течение календарного года каждый член диссовета, существующего, либо, тем более, вуз, где он планируется открываться, обязан опубликовать не менее двух скопусовских статей. Да, и про Ваковский я молчу, там какая-то заоблачная цифра. Вот, 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 пожалуйста, да, и сразу встает вопрос, зачем публиковаться по этой части финансово-репутационной, он имиджевый, да, и организационный, он как бы отпадает сам по себе. По данным, по данным. Ну, и, соответственно, для преподавателей, не кандидатов, старших преподавателей, тоже нормативы увеличились в этом году, поэтому на это имеет смысл обращать внимание. Именно поэтому мы сегодня и начинаем с вами с публикации. По публикационной активности России я вам сейчас дам ссылочку в чат. Если это интересно или понадобится для ваших выступлений, работ, статей, можно пользоваться этими данными. Это ссылка на интерактивную карту России в рейтинге стран по публикационной активности ученых. Подготовлена она не выше от 14 августа 2018 года. Это очень интересное распределение. Можно посмотреть, можно перейти здесь по областям науки и по... Вот такой вот интерактивный рейтинг можно посмотреть по областям науки и по количеству публикаций. Можно берите ее себе на заметку, можно к ней обращаться. И если говорить, публикационную активность наращивать придется. Самое главное сделать ее действительно активной публикацией, а не просто формальным подходом в кавычках. И сразу о показателях. На основании чего эта самая публикационная активность преподавателей определяется. Чаще всего используются вот эти три показателя. Это число публикаций и цитирований, как правило, за последние пять лет берется. То есть понятно, что часть работ у нас уже не попадет в эти показатели. Что по мнению должно стимулировать нас постоянно писать работы. И индекс Хирша. Индекс Хирша, который в связи с большими чистками в Ринце особенно, очень сильно периодически падает, может падать. Опять же, это будет влиять на то, не просто что публикуем и сколько, но еще и где. То есть правильный выбор публикационной стратегии, правильный выбор издания, он может нам помочь удержать свои показатели. Вот у меня, например, приближался к трем, но смотрю, да, часть издания была исключена, и поэтому несколько понизился. Индекс Хирша. Как его рассчитать, как можно рассчитывать и для себя, и, возможно, кому-то это придется делать для коллег. Это не журнальный показатель, это показатель исключительно статистический, и он ни в коей мере не характеризует качество той или иной статьи, или уровень конкретного ученого или автора, который ее пишет. Но он связан в основном только с... Это только цифра. Вот публикационная... Индекс Хирша и публикационная активность данные можно посмотреть в e-library. Надеюсь, что все там зарегистрированы. Да, самые первые приближенные показатели, ну, вот они здесь спокойно по автору можно найти и посмотреть, даже без регистрации. Ну, более подробные отчеты, это уже требуется авторизация на сайте. Как рассчитывается индекс Хирша? Формула очень простая. Это вот тот самый основной показатель, по которому и определяется та самая публикационная активность. Формула очень простая. Индекс равняется n, если n количество статей автора цитируется n и более раз. Причем индекс Хирша не может превышать общего количества статей автора. Это так нам для проверки. Коллеги, вопрос. Рассчитывать, быстренько рассчитать индекс Хирша все могут? Или только заглядывая в e-library, что там нам написали? Поставьте просто плюсик в чат, если умею, знаю и этой формулой пользуюсь. И да, можно поставить минус, если... Ага, заглядывая. Нет, нет. Ага, кто-то уже да. Ой, смотрю, много минусиков. Ага, хорошо. Значит, тогда... Тогда давайте... Давайте для задания для тех, кто да и для тех, кто нет, ну, можно подумать в течение нашего вебинара. Задача. Особенно попрошу тех, кто да. Есть задача. У автора 20 публикаций. Две из них цитировали 7 раз, 4 5 раз, 1 15 и 5 статей по 2 раза. Остальные имеют 0 цитирования. Какой индекс Хирша этого автора? Вот по имеющимся данным это спокойно можно рассчитать. Угу, 24. Угу, 4. Ага, кто-то у нас уже подсчитал. Не будем торопиться с ответом. Ответ мы узнаем в конце. Я вам покажу один способ, особенно для тех, кто не знает, как рассчитываться индекс Хирша. Самый простой, который... Ага, да, 4 не может быть. Так, все, пошло обсуждение. Коллеги, я вам покажу, особенно тем, кто не знает, как это делается, как это легко и просто можно сделать, зная вот только эти данные. Только эти данные. Только количественные. Да, не может быть... Совершенно верно, Екатерина Николаевна. Не может быть большее количество публикаций. Ответ я вам скажу чуть попозже, а пока мы с вами разберемся, что влияет на этот самый индекс Хирша. Ну и сразу скажу, да, это, конечно, хороший статистический показатель. Да, он может свидетельствовать о стабильности автора, насколько он в этой теме, насколько он давно, насколько он хорошо публикуется. И все прекрасно, замечательно, но есть и свои недостатки у этого индекса. Во многом его значение зависит от количества написанных работ. Был такой прием, история, да, в Википедии, когда они взяли и посмотрели, да, по-моему, где-то в Википедии он мелькал. Если бы Эйнштейн бросил заниматься физикой в конце 1905 года, чему был бы равен его индекс Хирша? Ну, где-то в районе пяти. Хотя тогда уже он разработал специальную теорию относительности, и вот и получается, что можно стать нобелевским лауреатом, но высокий индекс Хирша при этом не получить. То есть это только количественные показатели, он не говорит о качестве статей и роли ученого в науке. Ну, вот пример Эйнштейна. Не учитывает качество и важность научных работ, которые цитируют вас. То есть тех работ, которые вас у себя упоминают. То есть если вашу работу процитировали пять академиков ранг или пять аспирантов, то вклад этой ссылки в индекс будет одинаковый. То есть вот этот момент, конечно, здесь не учитывается. А это тоже, в общем-то, имеет значение, кто цитирует наши работы. И где они цитируются? В тезисах докладов аспиранта или в серьезной научной монографии? Ну, все-таки разница-то есть. Чем уже и сложнее область науки, по которой мы пишем нашу статью, тем меньше ссылок мы можем получить. Статьи в области тенденции развития компьютерных технологий или в области какой-нибудь математической логики количество ссылок будет разное. Ну и, наконец, самый главный недостаток этого индекса, который, к сожалению, существует. Любой показатель, который становится целевым, вот как только индекс Хирши сделали одним из целевых показателей, он перестает адекватно отражать реальность. То, что с Хиршем, к сожалению, начинает происходить. Не избежал он этой участи. Как только от него стал зависеть статус и доход авторов, индекс начинают накручивать. Есть перекрестный обмен ссылками. Ну ладно, взаимоцитирование никто не отменял. Прибегаем мы к этим приемам. Но стали появляться биржи цитирования, где можно и продать ссылки на свои статьи, или продать ссылки со своих статей. Самоцитирование, да. Да, и самоцитирование тоже. Иногда и задействуется, ну, тоже такой нечестный способ, хотя законом его пока не отменяли, задействование административного ресурса, заставить коллег, особенно еще лучше аспирантов или магистрантов, цитировать свои работы. Конечно, все это несколько дискредитирует роль Хирша, индекса Хирша, но, тем не менее, не отменяет. Поэтому учитывать его, да, нужно. Достаточно находиться, вот для себя я, например, такую позицию, как бы выбираю, достаточно находиться в тех пределах, которые необходимы в соответствии с должностью и званием, и жить себе спокойно, да, то есть без особого фанатизма, но следим, чтобы, стараемся, чтобы он у нас не падал, потому что это индекс, который при тех же заявках на гранты, список работы, и может запрашиваться индекс цитирования, и могут его смотреть, обращать на него внимание, поэтому следим просто, чтобы наш индекс Хирша не падал, ну, а лучше, чтобы он медленно и постепенно рос. Да, по поводу медленно и постепенно, была у нас фраза в чате, кто-то из наших уважаемых коллег сказал, наверное, это Евгения Юрьевна, если не ошибаюсь, если ошибаюсь, не обижайтесь, поправьте меня, о том, что нужно своевременно, как можно быстрее публиковаться, и как можно более своевременно информировать научную общественность, доносить свои мысли. Да, и это связано с тем, еще, и с тем, что сама система, которая подсчитывает индекс Хирша, она может вносить некоторые помехи, например, включать слишком медленно научные труды в свои базы, может включать не все научные труды, поэтому здесь очень важно вот этот момент тоже учитывать и отслеживать, не все, что мы опубликовали вот прям на днях, тут же будет отражаться на нашем индексе Хирша, то есть время пройдет достаточно много, и это тоже важно понимать. И, соответственно, ответ на наше задание мы с вами узнаем, и такой легкий алгоритм быстрого подсчета индекса Хирша мы узнаем с вами чуть попозже, а пока перейдем к вопросу, что публиковать, для того, чтобы наш индекс Хирша не падал, а еще лучше подрастал, что публиковать и частично где, и чуть попозже уже про выбор публикационной стратегии. Все публикации можно разделить на несколько видов, и не все, что мы привычно называем статьями, на самом деле к таковым относятся. Три наиболее часто используемых вида научных публикаций, которыми мы пользуемся, начиная от аспирантов, заканчивая преподавателями и научными работниками. Тезисы – это доклады, тезисы и тексты самих докладов, и научные статьи. И вот есть два таких представления, что любая публикация в материалах конференции считается статьей. И наоборот, что статья – это только публикация в научном журнале. Коллеги, согласны? Что в материалах с первым положением, что в материалах конференции все, что там публикуется, это статья, можно отнести к разряду статьи. Да, да, ага, Евгения Викторовна, так, да, второе, да. Ага, Виктория Анатольевна не согласна, Вера Павловна, равно, наверное, минус, да, а, плюс, ага, не согласны, не согласны. Давайте разбираться вот с этим вопросом. Путаемся очень часто, путаемся очень часто. Знаете, когда я на этот, статья может быть в монографии, может быть, да, опять же, если это указано, коллективной, ага, пока периодически продолжающиеся сборники, куда мы чаще всего публикуемся. Не только аспиранты, соискатели, даже и маститые ученые с этим вопросом путаются. Обрадую вас. Постоянно с этим вопросом мы сталкиваемся при заполнении плана, а потом отчет работы кафедры с преподавателями. Да, и начинаются битвы. Это статья или это все-таки тезис доклада. Это разные, разные категории. Хотя, если эти сборники индексируются в РИНС, в зачет вам это может пойти. Но по качеству это будет другое. Это может быть важно, особенно для аспирантов и соискателей. Когда то, что вы считаете статьей, у вас могут не принять. В рецензируемом, в реферируемом журнале, в ВАКовском опубликовали, а вам говорят нет, у вас не хватает статей по ВАК. Могут не принять, могут придраться. И с преподавателями начинаются такие выяснения и уточнения. Если посмотреть планы работы кафедры, а потом отчет по работе кафедры, там эти понятия уже разведены. Там есть две волшебные таблички в одном разделе. Научная деятельность. В одной идет список научных статей, а в другом участие в конференциях. И вот в этой второй табличке указывается участие с публикацией или без публикации. И не может быть такого, не должно быть, иначе мы просто себе часы начинаем накручивать. И на это могут указывать, не принять планы работы, заставить переделать. Что вот то, что вот здесь указано в конференциях, все, что относится к конференциям, оно не должно дублироваться в статьях. Это разные вещи. Чем они отличаются? Чем отличаются тезисы, доклады и научные статьи? Ну, самые простые отличия. Это вопрос, кстати, ответ будет на вопрос, что публиковать и потом уже где. Ну, вот классическая структура тезисов доклада. Во-первых, классический такой объем. Это объем маленький. Структура. Всего три у нас ключевых момента. Краткое введение в проблему. Ну, нумерованные тезисы, абзацы, заключения. Добрый день, Елена Николаевна. Чего может не быть в тезисах докладов, ссылок на источники, список использованной литературы. И очень часто организаторы просят не указывать и не прикладывать, не использовать в тексте графику. Весь иллюстративный материал. Вот если эта просьба прозвучала и объем примерно такой, но имейте в виду, что это, скорее всего, тезисы доклада. Когда имеет смысл публиковать тезисы, а когда не стоит. С практической точки зрения, для соискателей научной степени, в первую очередь, тезисы доклада, даже если они опубликованы в сборнике, в самом престижном сборнике, самой престижной всероссийской или международной конференции, вот с практической точки зрения, они, как правило, бесполезны. Для чего их лучше использовать? Для иллюстрации, как пример, апробации диссертационного исследования, упоминаемой в тексте автореферата и в самой диссертации, в разделе апробация. И с последующим включением их в библиографический список диссертаций и научных работ. Не как пример публикации, в которых излагаются основные положения, основные какие-то моменты самой диссертации. Ну, потому что объем 0.1-0.3 печатного листа, никто не поверит никогда, что это публикация, в которой изложены основные научные результаты. Еще один момент обращайте, когда вам предлагают опубликовать эту же публикационную стратегию. Если вам предлагают опубликовать тезисы докладов в сборнике и информируют вас, что сперва будут опубликованы тезисы докладов к самой конференции, и только потом, по ее завершении, будет формироваться сборник статей из докладов выступивших участников. Вот здесь есть риск до того момента, пока вы не получите уведомление, что ваша статья принята, и попросят оплатить ее публикацию. Могут сделать выбор, количество мест может быть ограничено, площадь. И вас могут либо забыть, либо взять статью более авторитетного ученого, который, понятно, что его будут цитировать лучше, и, естественно, это поднимет рейтинг самого издания. А простого начинающего аспиранта есть риск, поэтому с этим просто имейте в виду, что такой риск имеется, прежде чем радостно бежать публиковать свои тезисы в докладах. Очень хорошо использовать тезисы как презентацию научному сообществу будущей, а еще лучше опубликованные в статье автора. Естественно, она должна отличаться от текста самой статьи. И то же самое может относиться к нашим текстам докладов. Тексты самого доклада – это уже больший объем. По структуре они также могут отличаться. Здесь могут попросить в требованиях указывать ссылки. Может такого требования не быть, так же как тезисом очень похоже, но добавляется уже по структуре несколько дополнительных моментов, чем более расширенная структура, чем у тезисов. И это… Есть разделение в текстах между текстами докладов. Есть пленарные и секционные. Естественно, если это пленарный доклад, то это по качеству, скажем так, более лучший вариант, чем просто секционный доклад. Но чаще всего аспиранты, соискатели, да и преподаватели публикуем все-таки на наше участие – это разделы секционных докладов. Но если пленарный вам предлагается сделать и опубликовать, то не пренебрегайте такой возможностью. Его качественная ценность выше, чем у секционного доклада. Во многих случаях текст доклада является проектом статьи, выносимой на обсуждение, либо письменно, либо на самой конференции. И во многих статьях авторы указывают, что данная статья опубликована по итогам доклада, представленного на такой-то конференции и семинаре. Можно, тогда мы и текст доклада, и статью можем записывать в список наших публикаций, только в нужный раздел. И тексты, естественно, должны отличаться. То есть процент оригинальности текстов должен быть значительным. И такое дополнение к статье, если уже был доклад по этой теме на конференции, такое примечание в сноске к статье подразумевает уже под собой некую апробацию исследования. И то, что данная статья уже написана с учетом возможной критики, полученной от научной общественности, это, конечно же, идет в плюс. Тексты докладов и тезисы в некоторых сборниках бывает затруднительно однозначно разделить. Текст доклада может быть маленьким, а тезисы доклада достаточно жирненькими и объемными. Но в большинстве случаев количество страниц или объем в печатных листах все-таки дает представление о том, тезисы доклада перед нами или текст. Понятно, что публикация в ноль два печатных листа или на двух-трех страничках в качестве текста доклада может вызвать сомнения в обоснованности этого утверждения. Скорее всего, это все-таки тезисы. И тезисы. Очень осторожно, особенно для соискателей, с публикацией тезисов. Лучше всего опубликовать статью или сдать ее в издание, выступить потом на основе этой статьи с докладом, либо опубликовать тезисы и презентовать уже вот этот опубликованный материал на какой-либо конференции. Ну, естественно, не 100% один в один, повторяя текст статьи. Это понятно. Если вы публикуете только тезисы, и они содержат какую-то уникальность, какую-то новизну, какие-то новые идеи, которые еще нигде никто ничего, то просто у вас эту идею могут... Может кто-то воспользоваться раньше вас. Так, конкуренцию никто не отменял. Поэтому прежде чем публиковать какие-то, выносить новые уникальные вещи в качестве тезисов, доклада и публиковать их радостно, просто подумайте, что вы выносите на суд мировой общественности. Стоит ли это делать? Или лучше сначала опубликовать статью, а потом уже выступать с презентацией этих результатов исследования. Статья. Здесь уже совершенно другие объемы. Здесь уже совершенно другие требования. И здесь уже обязательно ссылки и оформление списка источников должно быть в библиографии. Ну и, соответственно, структура, то, о чем мы много говорили, сейчас долго на этом останавливаться не будем. Еще раз просто напоминаю. Более расширенная структура. А также есть различные жанры научных статей. Об этих жанрах мы в прошлом году на вебинарах очень много говорили. Если кому-то есть по каждому жанру определенные примерные показатели по процентному соотношению. Сколько процентов должно быть на введение, сколько процентов на основную часть, сколько на заключение и так далее. То есть вот такие вот требования у нас были. И вебинар мы по этой теме очень подробно с вами разбирали. Если кому-то нужно будет вот это подробное описание по жанрам научных публикаций, вы мне, пожалуйста, во вкладочку «Вопросы» адресуйте, пожалуйста, запрос. Я тогда просто вам эту информацию дам для дальнейшей работы с ним. Итак, любая ли публикация в материалах конференции является статьей? И является ли статья только публикацией в научном журнале? Анастасия Владимировна, пожалуйста, во вкладочку «Вопросы», коллеги, про жанры публикации, вы мне просто свои контакты скиньте. Просто напишите жанры и адрес, например, электронной почты, куда можно их вам переслать. Возвращаясь к данному вопросу, мы уже с вами перешли к ответу на этот вопрос, мы с вами уже перешли к выбору издания и определению вот этой нашей публикационной стратегии. Больше всего вопросов возникает именно со сборниками, сборниками материалов конференции, трудов и прочих. Именно их в первую очередь исключали из Ринцевской базы. Идет такая волна борьбы с конференциями-однодневками, и поэтому сборники материалов выпадают у нас в первую очередь. Поэтому прежде чем публиковаться, ну и опять же, это первое. И второе, как определять качество сборника по Ринцу, как смотреть вообще издание, искать в Елая Бререт, у нас будет отдельный с вами вебинар, там мы более подробно об этом говорим. Но по материалам конференции, прежде чем отдавать свой материал, хорошо бы понять, что вы получите на выходе. Это будут тезисы статей, это будут доклады, текст доклада, либо это пройдет как статья. В сборниках конференции могут быть все три этих типа. Поэтому и ту, и другую, и третья туда может попасть. Очень важно просто сначала посмотреть, что это за сборник. Если посмотреть по определению ГОСТ 760-2003, издание «Основные виды термины и определения», так вот там то, что очень часто у нас звучит просто как материалы конференции или симпозиумы, или семинары, или съезда, это всего-навсего не периодический сборник, содержащий итоги конференции в виде докладов, рекомендаций, решений. Где здесь слово про статьи? Слово нет. Поэтому прежде чем бросаться в сборник материалов, посмотрите, что конкретно он публикует. А дальше уже будете принимать решение, вам тезисы надо или вам нужна научная статья. Поэтому текст доклада или тезисы, опубликованный вот в таких материалах конференции, выдать за полноценную статью, достаточно проблематично, особенно для аспирантов-соискателей, могут придраться и сказать, что нет, а где тут написано, что это статья. Поэтому организаторы и составители сборников обычно указывают, расшифровывают это понятие в выходных данных, либо в сведениях, относящихся к заглавию, либо в аннотации. Вот три момента, на которые следует обращать внимание при выборе сборника. Ну, также еще последние три момента, на которые тоже следует обратить внимание. Наличие редколлегии, процедура рецензирования, будет ли такова, если будет это вообще шикарно, и индексация в РЕНС или других базах. Это можно посмотреть по e-library. Кстати, там же есть список изданий, и постоянно он пополняется, изданий, исключенных из РЕНСа. Поэтому этого тоже в первую очередь, прежде чем радостно бежать и публиковаться, обратите на это внимание. Как определить, что за сборник у нас в руках, и подойдет ли наша статья, например, в этот сборник? Даже не обращаясь к выходным данным, если у нас есть, на многих сайтах издательств или организаций можно посмотреть архивные выпуски, а там пишется, что это такое. Здесь написано открыто, сборник статей, либо по выходным данным, это в сведениях, относящихся к заглавию, будет указано. Сборник статей по материалам. Все, увидели волшебное слово статьи, можно спокойно туда давать свой материал. Он уже будет засчитываться, как статья, даже если у него небольшой объем. Но в соответствии с требованиями. Следующий момент, куда можно смотреть. Вот смотрите, но этого нам титульного листа иногда бывает недостаточно. Вот смотрите, сборник докладов, там какой-то международной конференции. Проверьте по аннотации, включаются ли сюда только тексты докладов или, возможно, публикация тезисов. Что здесь написано? Содержание докладов, текст докладов. Все, значит, здесь наша публикация пойдет только как текст доклада. С тезисами и статьями можно не заморачиваться. И третий вариант. Иногда очень трудно понять, что же туда входит. А особенно это касается сборников трудов. Посмотрите, вот здесь, и что же натрудили наши участники этой конференции. Здесь непонятно. Смотрим выходные данные. По выходным данным, по описанию тоже непонятно. Просто труды и все. А вот в аннотации заглядывайте обязательно. Вот здесь идет расшифровка. Вот смотрите. Статьи и тезисы докладов. То есть и то, и другое здесь вполне подходит. И если вы опубликовали здесь статью, именно как статью, то вполне подойдет. Материалов конференции по определению статьи не является ли. Этот же материал можно опубликовать и под научный материал. Наталья Николаевна, смотрите, лучше тогда, если вы планируете такой ход конем, а это в принципе правильный ход конем, сокращение собственных затрат в плане подготовки публикации. Если вы публикуетесь в материалах конференции, лучше выберите ту конференцию и проведите это как текст доклада или тезисы доклада. А в научном журнале можете опубликовать статью уже большего объема, но не меняйте все, что можно поменять. Не просто бухгалтеров на помидоры, а постарайтесь, чтобы оригинальность текста у вас была высокая. Потому что иначе, да, это можно, могут счесть за дублирование материала, и некоторые издания, научные издания, например, они не принимают материалы, уже публиковавшиеся ранее. Вот Скопсовские издания, например, очень сильно за этим следят. То есть, если материал уже был где-то опубликован, они его могут не принять. То есть, можно взять одну и ту же тему, но заглавие поменять и поменяйте по тексту. Сделайте как бы две разновеликие вещи, но по одной тематике. это можно сделать. Перекомпилируйте, как иногда говорят студенты, чтобы ваш диплом, он не был повторением вашей курсовой работы на 80-90% еще с тем же названием разделов, параграфов и глав. А по одной и той же тематике, да, почему нельзя? просто смотрите, чтобы у вас не было вот этого, действительно, задублирование материала может быть принято. поэтому на это обращайте внимание. Но если мы пишем и очень хорошо разбираемся в какой-то теме, очень глубоко в нее вошли, то даже на один и тот же вопрос мы, в принципе, и текст доклада, и тезисы, и статью написать вполне можем. Это гораздо легче, чем писать на совершенно различные темы, либо разбирая совершенно разные вопросы, да, три самостоятельные публикации. Просто из одной публикации можно сделать несколько, но трансформировав. не дублируйте. Проверьте даже сами на антиплагиат, чтобы он вам не вдавал дублирования. И по вопросу, где публиковать, по вопросу выбора, выбора изданий. Где можно найти информацию? Да, кстати, вот от выбора издания по выбору издания. Вот на нашу цитируемость, на наш индекс Херша очень сильно будет влиять не просто сколько мы публикуем, что мы публикуем, но и где. Классическая история Менделеса с его статьей о законах, объясняющих механизм наследования. Он опубликовал ее в одном из томов трудов общества естества испытателей и на 50 лет про нее благополучно все забыли. Вышла, галочку поставили, публикационная активность была, и все про эту статью забыли. И признание пришло, но только уже после его смерти. Ну да, если статья гениальная, если она содержит какую-то новую информацию, это открытие или какое-то новое исследование, рано или поздно о ней естественно узнают, ее найдут и прочитают, но вопрос, насколько быстро это произойдет. И конечно хотелось бы, чтобы это произошло все-таки при нашей жизни, а не как у Менделя. вот так например со статьей братьев Райт произошло, когда ее не брали в научное издание, единственный способ ее опубликовать, это подвернувшийся журнал по проблемам пчеловодства, ну где братья Райт, а где пчеловодство, но тем не менее они ее опубликовали и к счастью она попалась на глаза. Здесь очень важно для нас определить, куда мы будем публиковать нашу статью, то есть какой журнал на импакт фактор имеет смысл обращать внимание, на рейтинг журнала имеет смысл обращать внимание, очень часто вузы сами ставят нам эти ограничения, публикация в журналах с импакт фактором не ниже, публикация в журналах ВАГ с импакт фактором не ниже, с рейтингом таким. Но если есть выбор, и мы здесь вольны. Если есть возможность опубликовать свою работу очень быстро, но в журнале с низким импакт-фактором, либо низкорейтинговый, но популярный кругу специалистов по данной тематике, то почему бы и не опубликовать ее там. Но здесь опять же все будет зависеть от целей, для чего нам нужна эта публикация. Если заявить, застолбить место, заявить о своем мнении открытия как можно раньше, то можно и низкорейтинговый журнал тоже использовать. Но опять же, если он пользуется популярностью, если он хорошо цитируется, значит рейтинг может расти. Это может быть новый какой-то журнал, недавно издающийся, но уже набравший популярность. Если же мы печатаемся для выполнения плана отчетов для галочки, ну что греха таить, мы это тоже делаем. И у нас есть требования по рейтингам журналов, то, конечно, здесь придется на них ориентироваться. Насколько цитируется издание и публикации из него, это тоже влияет на выбор журнала, если мы заинтересованы в удержании или росте нашего хирша. Значит, нашу статью быстрее увидят, больше процитируют, а это нам в плюс. Поэтому на это тоже можно обращать внимание и нужно. Еще один важный момент. Платные публикации в журналах. Если журнал публикует все материалы только за плати, конечно, это... Даже если он сейчас находится в базе РИНС, это не очень хороший знак. Тогда должна быть процедура рецензирования. Где искать журналы? На что еще обращать внимание, я чуть попозже еще вам скажу, прямо по пунктам. Пока где искать журналы? Вот здесь я вам привела только два ресурса, по которым можно очень хорошо найти нужные издания. Первый ресурс – это сетевые удаленные ресурсы базы данных РГБ Российской государственной библиотеки. Елена Анатольевна у нас попросила ссылки дать активные, а то с экрана не переходит. Да, Елена Анатольевна, с экрана не переходит, но если вы скачали презентацию, то там со слайда это перейдет. Но ссылку я вам бросаю и сюда в чат. Вот это на сетевые удаленные ресурсы РГБ. В чем их прелесть? Здесь очень много ресурсов удаленного доступа, очень много ресурсов, которым мы можем получить доступ с домашних компьютеров. Есть ресурсы только под лицензионным доступом, то есть либо с компьютеров библиотек, с которыми у РГБ есть договор, разрешение, либо с издания самого РГБ с их компьютеров. Вот добавилось, кстати, обращаю ваше внимание, к этим списку ресурсов. Он постоянно обновляется. И если вы перейдете по этой ссылке, обратите внимание, в списке ресурсов там появилась база данных с Копус. То есть работать с ней можно на законных основаниях с компьютеров РГБ, но там только лицензионный доступ. Там есть и очень много иностранных ресурсов, и очень много полнотекстовых. Это, конечно, для нас большой плюс, когда мы можем обращаться и посмотреть качество самих статей. Кстати, готовя свои материалы в тот или иной сборник, хорошо бы посмотреть, какие материалы проходят, какие материалы публикуются, для того, чтобы иметь ориентир и не тратить свое время редакторов и рецензентов. Вот с помощью вот этого, кстати, ресурса это можно хорошо сделать. Так, сейчас я... Вторую ссылочку Елена Анатольевна вам сейчас сюда скину. Так, и по ЭПСКО. ЭПСКО. Там требуется... Там потребуется регистрация или авторизация. Это необходимо. Такая большая ссылка получилась. Это на страницу регистрации в ЭПСКО. Это сетевой ресурс, поисковый ресурс. Расширенный поиск, такой доступ одного окна по всем этим ресурсам можно провести вот с помощью этого сервиса. Либо через ЭРГБ, либо через ЭПСКО. Но через ЭПСКО там еще есть дополнительный ресурс, который можно будет найти. И на что, пожалуйста, пользуйтесь. Прежде чем куда-то публиковаться, вы сначала определите ценовую политику тоже. Кстати, по поводу ЭПСКО. Сейчас, так как есть интерес к увеличению публикационной активности преподавателей, то многие ВУЗы, я слышала уже неоднократно от многих своих коллег из разных ВУЗов, что да, требуют публикации в ЭПСКО, но руководство берет ВУЗы, берет на себя, или образовательная организация берет на себя частичную, либо стопроцентную оплату качественно подготовленных публикаций. Вы только пишите. То есть вопрос решаемый, и хорошо, что в этом направлении пошли сдвиги, потому что иногда публикации стоят достаточно дорого, это достаточно большие средства. И на что обращать внимание, когда мы готовим нашу публикацию в издании. Выбрали издание, нашли, все замечательно. Есть пять моментов, на которые следует в первую очередь обращать внимание, чтобы потом наша статья вышла в нужном сборнике и не потеряла своих позиций. Первое. Издание должно быть зарегистрировано как средство массовой информации в Федеральном агентстве по печати и массовому коммуникациям. И дата регистрации издания и номер свидетельства. Регистрация указывается в выходных данных этого издания. Ну а также должны быть такие показатели, как учредители, издатели, адрес редакции, фамилии главного редактора, тираж, номер и так далее для печатных изданий. Наличие ИССН, уникального номера периодического издания, обращайте внимание, тоже должен быть в наличии. И если мы говорим о научных сетевых изданиях, электронные журналы, ресурсы электронного доступа, то у них идет, также будет этот ИССН, ну и электроны, ЕССН. Но тоже, если этого знака нет, уникального номера, тогда под вопросом. Периодичность выхода оптимальна, если это ежемесячное издание, больше шансов, что мы вовремя получим нашу статью, а не выйдет она уже после защиты нашей диссертации. Особенно это важно для эсперантов и соискателей. Часто издательства проводят специальные акции и предоставляют какие-то льготные условия для публикации для авторов. Это тоже может быть указано. Но имейте в виду, что иногда это связано с продлением срока приема статей в текущий номер, а значит и с выходом текущей статьи, текущего номера. Поэтому это тоже может увеличивать срок выхода нашей статьи. Для эсперантов, у кого горящие сроки, вот эти моменты не пропускайте, когда знакомитесь с самим изданием. Оперативность рассылки авторских экземпляров. Это критерий важен для соискателей, которым необходимо очень быстро получить печатный экземпляр научного журнала, если спрашивают. Поэтому не забывайте задавать этот вопрос. Ну и для отчетов также, если горим со статьями, нужно подтверждение и от вас требуют. Хотя в последнее время требования сканов, я не знаю, как у вас сохранилось ли это требование еще, у нас, например, в УЗИ уже перешли на всю проверку по ринцевской базе, по e-library. То есть перестали, слава Богу, требовать с преподавателей предоставлять в департаменты сканы, распечатанные сканы печатных статей, тех журналов и изданий, в которых они выходили. То есть все проверяется только по ринцу, только по e-library. Но если с вас печатные экземпляры спрашивают, конечно, вот этот четвертый момент для нас будет важен. И наличие или отсутствие процедуры рецензирования. Для первых работ, особенно студенческие, да, Елена Анатольевна, да, в ринц все есть, так же, как в Яндексе, но, к сожалению, к сожалению, не все. Не все из того, что мы опубликуем, есть в ринц. Но да, вот сейчас идет такой переход, поэтому здесь, наверное, скоро этот пункт у нас вообще отомрет. Для первых работ наличие процедуры рецензирования может быть неважно, особенно если это студенческие работы или какие-то статьи для галочки, да, для преподавателей. Но лучше все-таки иметь эту обратную связь с тем, чтобы уметь выявить вот эти узкие места и избегать ошибок в будущем. И одно из главных требований редакции ваковских журналов, это очень часто звучит, представление авторам научной статьи рецензий на свою работу. То есть здесь еще нам иногда приходится озадачиться самим получение рецензии от специалистов, от авторов. Что для этого можно использовать? Ну вот как раз те самые базы ресурсов. Найти тех специалистов, которые могут дать обратную связь на вашу статью. А есть еще такие ресурсы открытого доступа. Да, здесь есть риск, особенно если мы публикуем какую-то суперновую информацию, какое-то уникальное открытие, ноу-хау. Есть риск, значит нужно публиковаться очень осторожно. Но с другой стороны, там очень хорошая возможность получить обратную связь и найти того подходящего человека, который может дать вам рецензию для ваковского журнала. Есть такие ресурсы открытого доступа, вполне законные репозитории, где начинающие соискатели, аспиранты, начинающие ученые, они выкладывают в открытый доступ текст своих статей, докладов. Хорошо, если они уже где-то опубликованы были. Ну вот через такой обмен доступом к своим работам можно найти тех людей, которых попросить, например, дать рецензию на вашу следующую статью. Ну вот тот самый обмен опытом и связи, о чем мы с вами в самом начале говорили, одна из целей публикации. Вот, кстати, вот эти бесплатные ресурсы и репозитории, хранилища научных работ, они, конечно, не засчитывают, если вы туда размещаете какой-то текст как научную публикацию, соответственно, ссылаться на нее вы не сможете, и в РИНС она индексироваться не будет. Но вот для имиджевой составляющей и для поиска связей и получения обратной связи, такая процедура открытого рецензирования, ну и использовать их, конечно, можно. Вот имейте в виду, что такая возможность у нас тоже есть. Ну и да, вот Елена Анатольевна подтвердила, да, в РИНСе есть все, действительно, в РИНСе можно найти все. И все издания, даже поиск издания, это один, кстати, еще один из ресурсов, вдобавок к двум предыдущим РГБ и ЭПСКО, где можно посмотреть издания, которые уже точно гарантированно индексируются и в РИНСе, и в Скопусе и в ВЭПО в САИНСе. Вот я просто все три позиции в поисковик ставила, каталог ресурсов, ну а дальше просто поиск, и он выдаст. А дальше можно варьировать, интересует вас только Скопусовский, или Скопус и РИНС, хорошо бы, или ВЭПО в САИНСе, что-то. Так, с этим ресурсом мы более подробно будем работать, наверное, по-моему, через вебинар. У нас отдельный вебинар есть по этой теме, и там уже его сделаем как вебинар-практикум, поработаем со своими данными с Е-Лайбрери. Как это быстро делать, как быстро искать, и как получать оттуда информацию. Ну и в завершение, возвращаясь к нашему индексу Хиршу. Так, коллеги, сколько у автора, имеющего 20 публикаций, какой у него индекс? 5, были у нас вопросы в начале, 4, 2, ага, давайте посмотрим. 5. Вот индекс Хирша у данного автора равен 5. Ура, угадали те, кто сказал правильно. Значит, давайте посмотрим, как это делается. Есть такой простой способ, как быстро определить индекс цитирования, зная количество цитирований на своей публикации. И количество публикаций. В столбик выписываем количество цитирований в порядке убывания. В правой. Я начинаю обычно с правой колонки. Одна статья. Ну, а рядом просто то количество статей, которые этому количеству цитирований соответствуют. 15 публикаций, 2 по 7, 4 по 5. И дальше уже пошли по 2. Здесь все не вместились, но в принципе они для нас уже и не важны. И мы получаем пару чисел. Порядковый номер статьи, цитируемость. Идем вниз по списку. До той пары, где порядковый номер меньше цифры в правой колонке, меньше цитируемости. Левая часть меньше правой. Левая часть больше правой, правой меньше левой. Вот у нас доходим 5. Пятая публикация. Индекс 5. Дальше у нас пошло 6. Все. Вот это мы убираем. Левая часть больше правой. Вот эту строку и все, что расположено ниже, отбрасываем. И последний оставшийся в списке порядковый номер и показывает нам индекс Хирша. Вот он и будет. То есть это достаточно простой такой способ. Выбрали. То есть n количество статей публиковалось n количество и больше количество раз. n равняется 5. n равняется 5. Ну и все, вот он наш предел. А здесь уже не равно. Вот эти строчки, начиная с 6, мы отбрасываем все, что ниже. И зависимость Хирша от количества статей. Вот вся премудрость и вся хитрость. Достаточно просто. Делается за пару минут. Автор опубликовал 12 статей, каждая из которых цитировалась один раз. Какой у него будет индекс Хирша? Один. Автор опубликовал одну статью, которую процитировали 12 раз. Посмотрите, у него индекс Хирша будет тот же самый. Один. Автор опубликовал 12 статей, каждую из которых процитировали по 12 раз. Вот у него уже будет индекс Хирша 12. То есть, вот нехитрый подсчет индекса Хирша. Ну и как видите, количество статей не всегда соответствует высокому индексу Хирша. Здесь важно еще и качество. Но опять же, маленькое дополнение. Высокий индекс Хирша, он опять же, как мы говорили, не показывает уровень погруженности в тему и уровень экспертности нашего автора. Потому что можно опубликовать очень скандальные статьи с неправильными результатами, с ошибками, с очень грубыми ошибками. И как там у нас кто-то из участников сказал, не могу молчать, нужно опубликовать и высказать свое мнение. А когда мы его публикуем и начинаем разоблачать автора, мы что делаем? Мы его цитируем. Соответственно, мы что делаем? Мы повышаем его индекс Хирша. Поэтому даже вот эти 12 статей, каждую из которых процитировали по 12 раз, это может быть как действительно выдающееся открытие в этой области, так и наоборот очень низкий уровень этого автора. То есть здесь важно обращать... Поэтому я говорю, что у Хирша это только количественные показатели. Еще важно обращать внимание на качество статей. Еще хорошо бы такого высоко цитируемого автора посмотреть, кто в каких изданиях и как цитирует, в каком аспекте, в каком разрезе. И еще одна задачка. 9 статей. Одна статья цитировалась 17 раз, две статьи по одному разу, две по 20 и четыре по 8 раз каждый. Попробуйте сейчас рассчитать индекс Хирша, уже зная вот эту нашу с вами хитрость. Выписываем в столбик, сколько цитирований, порядковый номер статей, и быстренько определяем Хирш. Кто первый успеет сделать, пожалуйста, кидайте свой ответ в чат. Сколько у вас получилось? Киньи Юрьевна, 8. Анастасия Владимировна, 8. 8, 7. Ага, давайте, давайте смотреть. Индекс Хирша здесь будет 7. Смотрите, одна статья цитировалась у нас 17 раз. 2 статьи по 20. Значит, сначала мы выписываем 20, 20. Первая статья у нас будет 20, вторая по порядковый номер будет 20. Мы начинаем с самого высокого количества цитирований. Потом у нас третий порядковый номер статья 17 раз. Потом у нас 4 раза идет 4 статьи по 8. И потом уже пошли по одному цитированию. Вот посмотрите, если вы посмотрите, вы пишите в столбик порядковый номер статьи и количество цитирований на нее. У вас будет седьмая по порядковому номеру статья. Цитировалась 8. Да, Евгения Евгеньевна, совершенно верно. Вот такая пара у нас с вами получится. 7 порядковый номер статьи, которая цитировалась 8 раз. А следующая статья, то есть n статей, в данном случае 7, цитировалась 8 раз. n плюс 1. 7 и 7. Совпадает? Совпадает. А вот следующая, восьмая по порядку статья цитировалась всего 1 раз. Левую цифру, Евгения Юрьевна, левую. Вот эта левая цифра, сейчас я попробую взять маркер, вот эта вот, это левая цифра. То есть у нас с вами идет 1 статья 20 раз, потом вторая статья тоже у нас 20 раз. начинаем выписывать, да. Можно даже начинать с правой колонки, потом у нас идет 1 статья 17 раз, потом 4 статьи по 8. Вот вы пишите, прям сразу вот так вот выписываете в колонку все цитирования, а потом пошли по одному. И просто здесь расставляем порядковые номера. 3, 4, 5, 6. И вот она, седьмая статья, цитировалась 8 раз. А следующая, 3, 4, 5, вот это 6, вот она, седьмая по порядку статья, у нас цитировалась 8 раз. А вот восьмая по порядку статья цитировалась 1 раз. Вот n равняется 7, оно цитировалось 7 раз. Да, и даже больше. А вот следующая по порядковому номеру статья 8, она цитировалась, если n здесь равняется 8, то она цитировалась меньше, не n раз, всего лишь 1. Значит, все, там, где данные не совпадают, вот это у нас граница. И самый последний, вот этот порядковый номер, он и покажет индекс Херша. Значит, в данном случае это 7. Вот он здесь у нас и будет. Сначала мы выписываем, смотрим, 20 раз, это самый высокий уровень цитируемости, показатель цитируемости, вот мы его выписываем, смотрим, две статьи, значит, два раза выписываем, 17 раз, один раз, по 8 раз, 4 статьи, вот мы 4 раза в столбик выписали, 8, да, и по одной статье, там, две статьи, вот мы их выписали. А дальше просто расставляем слева порядковые номера. И вот где у нас вот эта формула, n равняется n, или n плюс, там, 1, 2, да, сколько-то, то вот это вот и будет показателем индекса Херша. То есть схема достаточно простая, очень легкий способ, как это можно сделать. И, естественно, это вот тот показатель, на который нам все-таки имеет смысл обращать внимание, потому что есть примерные ориентиры по РИНСу, по которым учитывается и отслеживается, например, в УЗах, даются рекомендации, и когда мы приводим в своих отчетах свой индекс цитируемости и индекс Херша, смотрим в РИНСа, его приводим, да, то вот примерно, опять же, это примерные ориентиры по РИНСу, но которые могут принимать во внимание. И, естественно, если вы доктор наука, а у вас индекс цитируемости 2, то это, к вам могут возникнуть вопросы. Да, особенно когда переходим на эффективный контракт, особенно когда данные по публикационной активности, они учитываются и влияют напрямую на наше финансовое положение, ну вот примерный расклад, он такой, опять же, это не официальные данные, не стопроцентные показатели, которые приняты, и все, закреплены требованиями, но на них ориентироваться имеет смысл. Ну и опять же, когда мы знакомимся с публикационной активностью, активностью с публикациями того или иного представителя научного мира, ну и не лишним бывает иногда посмотреть, как человек публикуется. А индекс Херша здесь влияет и количество, и качество публикации, и качество того издания, в которое мы свои публикации размещаем. Здесь связка, она существует. И, ну, несмотря на все недостатки, которые у этого индекса есть, в принципе, это вот тот самый ориентир, на который более-неволее, но нам приходится обращать внимание. С индексом Херша, с данными, со статистикой, которая приводится в e-library, это мы с вами будем работать уже через вебинар, когда у нас будет отдельный вебинар по уринцу, вот там мы посмотрим различные нюансы, я их вам покажу, как это делать. Единственная большая просьба, у нас будет вебинар-практикум, поэтому, пожалуйста, озадачитесь тем, чтобы у вас был доступ к e-library, желательно, свои логины, пароли, и тогда мы сразу, сразу по месту сможем с вами пройти по, выполнить часть полезной работы для себя, научиться это сразу делать на своих данных, и получить какие-то данные уже для себя. Итак, коллеги, на этом мы сегодня с вами хорошо потрудились, выполнили ряд заданий, прошлись по основным моментам, связанным с публикационной активностью, познакомились с индексом Херша, узнали хитрый способ простого подсчета, ну, по простому подсчету, еще, наверное, что-нибудь типа ролика сделаю, так чтобы можно было потом своим аспирантам и соискателям его давать, или использовать в качестве заданий. И на этом мы сегодня с вами заканчиваем. Если какие-то вопросы есть, пожалуйста, можете написать их во вкладку «Вопросы». Я завершаю, передаю слово Павлу Юрьевичу, но пока еще, отключая связь, из вебинарной комнаты уходить не буду. и ваши вопросы, даже если вы напишите их позже, до закрытия вебинара, они ко мне все равно попадут. Так что всем большое спасибо за активную работу сегодня, за то, что пришли, что снова с нами, будем с вами продолжать. У нас с вами очень интересный год впереди предстоит. Итак. Уважаемые коллеги, спасибо за участие в вебинаре. Двойное спасибо нашему сегодняшнему спикеру. Прошу прощения. Я хотел бы поблагодарить всех участников данного вебинара, в особенности Татьяну за проведение сегодняшнего вебинара. Я увидел, что вы были активны во время проведения вебинара, значит, время потрачено не зря. Напоминаю, что в Директ-Академии вебинары проходят каждый день, каждый рабочий день. Приходите к нам, будет интересно. А сейчас я с вами прощаюсь до новой рабочей недели. Всего доброго, до новых встреч в Директ-Академии. До свидания. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...